И сегодня на календаре у нас 12 апреля, киевское время 19 часов. Когда-то в Советском Союзе этот день отмечался как день космонавтики. Ну, Россия умудрилась за 30 лет практически похоронить всю советскую космонавтику и прийти с пустыми руками к сегодняшнему дню. Я имею ввиду в космической сфере. Ни новых кораблей, ни новых полетов, даже не могут сейчас забрать экипаж с МКС или провести там ротацию в дырявом модуле, с которого есть утечка кислорода. Но не это главное. Начать хотелось бы с очень страшной и трагической новости. Это появилось видео об изглавливании нашего военнопленного. По некоторым оценкам видео снято еще летом. В принципе, я вам скажу так. Оно, конечно, шокирующее. Но вот это видео показывает, что такое русский мир. Что такое россияне. Вот это они и есть такие. CNN, кстати, напомнила про видео, где ранее были показаны наши военнопленные, два солдата обезглавленные и с отрубленными руками. Была информация о том, что там боевые буряты рубили кисти рук нашим солдатам, попавшим в плен в саперной лопатой. Так что, ну, там не о чем говорить в плане человечности и человеческого. Они не дают нам шанса на выживание. Они готовы уничтожать нас любым способом. Кстати, обратите внимание, кто листает российские паблики, в плане, ну вот, я просматриваю военные телеграм-каналы, и там некоторые другие мессенджеры. Так вы знаете, что они не называют наши вооруженные силы в СУ в основном. В большинстве, в 90% случаев, они пишут боевики. То есть, они заранее настраивают население, что нас надо истреблять. Вот так вот, вот это, это лицо русского мира. Если кто-то хочет в русский мир, пожалуйста, добро пожаловать, отрезанные головы. Ну, кстати, я напомню, что именно Кадыров со своими бойцами во Вторую Чеченскую войну точно так же. Только он на камеру резал российским солдатам головы. Поэтому у них, для них это, как бы, привычное, привычное явление. Убийство, насилие. Сколько изнасилованных женщин, девочек российские солдаты здесь, в Украине, оставили. Об этом, правда, почему-то умалчивается, но этот факт же, он налицо. Там, где были российские солдаты, там был грабеж, насилие, убийство. И это было повсеместно. Ну, что ж, вот такие вот печальные новости. Я думаю, что ответят за все эти военные преступления. Мы будем требовать выдачи этих преступников. Я думаю, найдет наша разведка, найдет авторов этого видео, причастных к нему людей. И, соответственно, будут их привлекать. В какой способ, я не знаю. Это уже жизнь покажет. А то, что их привлекут к ответственности, вот в этом я практически не сомневаюсь. Итак, оперативная обстановка за прошедшие сутки именно по состоянию на сегодняшнее утро, 12 апреля. За минувшие сутки противник нанес один ракетный удар, 21 авиационный и 33 огневых удара реактивными системами залпового огня. Российская Федерация продолжает, но тут даже нет сомнения, продолжает нарушать законы и обычаи войны. В плане обращения, негуманного обращения с военнопленными. И, кстати, с военнослужащими, которые лишены возможности защищаться, они тоже относятся к этой категории. То есть, если они обезоружены, то или с физических возможностей не могут защищаться, то, естественно, к ним уже применяется Женевская конверция. Несмотря на большие потери и существенные потери в технике, Российская Федерация не отказывается от своих планов захвата территории Украины. И основное сосредоточение внимания они накладывают на вот эти четыре направления. Лиман, Бахмут, Авдеевка, Маренко. Ситуация не меняется, она стабильная, стабильно даже, я бы сказал, тяжелая. Российское командование пытается стаскивать сюда все резервы, которые есть, по возможности, любое вооружение, которое можно. Вот сейчас будем говорить, я о особенностях по Бахмуту вам расскажу. Так вот, за прошедшие сутки 72 атаки, количество атак увеличивается на вот этих четырех направлениях. Естественно, самое большое количество атак это Бахмут. Далее, пройдемся по оперативным направлениям. Волынь и Полесье тут без изменений, все стабильно. Северщина и Слобожанщина, здесь продолжаются обстрелы нашей территории. Но формирование ударных группировок напротив нашей территории, на территории Российской Федерации вдоль границ мы не наблюдаем. То есть, они все бросили сегодня в Украину, на оккупированные территории. В течение прошедших суток враг обстреливал территорию Ксумской, Черниговской и Харьковской областей. Купенское и Лиманское направления. Здесь продолжаются локальные бои вдоль всей линии соприкосновения. Самая горячая точка это лесополосы возле Кременной и Серебрянское лесничество. Там, кстати, там замечена тяжелая огнеметная система, Санцепек. Они ее применяют для того, чтобы пытаться выдавливать наши войска из лесопосадок в районе Кременной. Попытка российских войск улучшить свое тактическое положение у Новосеоловского потерпели неудачу. Противник понес потери и отступил на исходное положение. Бахмут. Здесь продолжаются самые активные бои за центр города. Именно за центр. Железная дорога действительно сейчас есть все шансы, что она станет очередным рубежом обороны. В северной части Бахмута, северной от железнодорожной станции, противник подошел практически вплотную к железной дороге. К сожалению, наутро были сведения, что удалось противнику, врагу занять железнодорожный вокзал. Сейчас есть уточнение, что идут бои за железнодорожный вокзал в Бахмуте. Элеватор аграрной лицеи, стадион «Авангард», к сожалению, перешли под контроль российских войск. Это в самом городе Бахмуте. Самое тяжелое в таком полуокружении, в полукольце, это держать фланги. Потому что фланговые удары наносят самый большой вред. И это попытка подрезать и угроза окружения наших войск. На флангах в Бахмуте действуют самые боеспособные части. Это вагнеровцы, даже не десантники. Это вагнеровцы, которых усиливают десантниками. На сегодняшний день они уже усилены десантными частями. Также в Бахмут перебросили так называемых ополченцев ДНР. Это тоже очень высокомотивированные подразделения. Почему? Потому что они приступили закон, они предали Украину. Они прекрасно понимают, что их ждет после нашей перемоги. Поэтому они сражаются довольно, они более идейные и сражаются они намного лучше, чем регулярные части российской армии. Так вот, ну получается, что в Бахмуте мы сейчас наблюдаем самые сливки российских войск. Те самые боеспособные части, это наемники вагнеровцы, это десантные части еще с кадровым составом российских войск. Причем там собрано несколько представителей нескольких дивизий десантных. Я так понимаю, все, что осталось от кадрового состава. Ну и сейчас к ним добавились еще вот эти ополченцы из так называемых ДНР, ну в основном ДНР, ДНРовцы, которые принимают активное участие в боевых действиях. И концентрация получается, что вот эти количество атак там круглосуточно атакуют. И эти атаки происходят на очень узком участке фронта. То есть плотность наступающих войск довольно высокая. Причем они стараются максимально привлечь еще и артиллерию. Артиллерия наносит огневые удары, но со стороны Российской Федерации они постоянно поддерживают свои наступления артиллерийскими ударами. К сожалению, пока мы не наблюдаем здесь снижения в боеприпасах. Наладили они логистику, так что нету складов, они везут напрямую и их артиллерия работает круглосуточно. Авдеевка и Маренко. Здесь более-менее ситуация стабилизирована, хотя тоже очень тяжелая. Они давят, особенно на севере Авдеевки, пытаются продавить нашу оборону. На данный момент атака в районе Первомайского захлебнулась. Далее были попытки улучшить тактическое положение в Марьинке и у Красногоровке тоже безуспешно. И у Водянова враг так и не смог. Они продвинулись немного вперед, но они не смогли закрепиться. И понеся потери в живой силе, откатились на предыдущие позиции. Так что здесь Авдеевка и Маренко положение хоть и тяжелое, но более-менее контролируемое. Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия для стабилизации ситуации на линии фронта. Шахтерское направление. Здесь никаких наступательных операций враг не проводил. Они обстреливают населенные пункты, идут позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами. Запорожское-Херсонское направление. Здесь враг остается в обороне. За минувшие сутки более 30 украинских населенных пунктов пострадали от вражеских атак. Я не перечисляю все. Я могу перечислять. Напишите в комментариях. Я знаю прекрасно, что Днепр, Запорожье, Орехов, Никополь, Марганец, Кучер, Херсон, Очаков. Очень много городов вдоль линии фронта. Это все прифронтовые города. И понятно, что все, что может долететь, туда долетает. И россияне стараются их наносить удары практически по этим городам каждый день. Поэтому я их включаю в общее понятие нанесения огневых ударов в глубину нашей территории на всю глубину досягаемости огневых средств противника. Но, в принципе, мне нетрудно. Я буду, если вам так необходимо. Потому что вы пишите в комментариях, что вот я говорю о Слобожанщине, Сумская, Черниговская, Харьковская области, там обстрелы. А вот про Запорожье, Днепр и другие города не вспоминаю. Я, конечно же, об этом помню. Помнит вся страна, что эти города подвергаются обстрелу. Далее. Как вывод из оперативной обстановки за прошедшие сутки можно сделать следующее. В общем, динамика в Бахмуте негативная. Враг с значительными силами на ограниченном участке фронта имеет тенденцию к продвижению вглубь, к продвижению по захвату города Бахмут. Силы обороны максимально удерживают свои позиции. Максимально. Хотя бывают случаи из ряда вон выходящие. Но, тем не менее, мы стараемся удерживать позиции. И вот видите, сегодня даже к обеду стала приходить информация, что противник утратил некоторые позиции в самом городе Бахмут. То есть, я так понимаю, туда были заведены либо резервы, либо свежие силы, которые предприняли попытки атаковать противника и отбили часть позиций, потерянных нашими войсками ранее. Так что переходят, есть, видите, переходные позиции, которые переходят из рук в руки. Но я уже даже не представляю, что может увеличить Российская Федерация для того, чтобы вагнеровцы, десантники, ополченцы, предатели. Авиация российская работает, артиллерия российская работает. Передают сейчас десантникам такие тяжелые огневые системы, типа Санцепёк. Будут применять снаряды объемного взрыва, термобарические боеприпасы. Я так понимаю, что российское командование бросило все, все силы бросило, которые есть в российской армии для того, чтобы захватить город Бахмут. Мы делаем свою работу, мы делаем по защите на нашей территории, в том числе и города Бахмут. И дай бог, конечно, нашим войскам выстоять, я надеюсь, что они выстоят, что город мы удержим. Но ситуация, чтобы вы понимали, очень и очень тяжелая. Далее, на оккупированных территориях продолжаются мероприятия, я бы их сравнил с геноцидом нашего местного населения. Заставляет, опять же, идет паспортизация и идет подготовка к выборам. На некоторых территориях началась подготовка к местным выборам. Но это то, что, в принципе, это ложится в канву теории Путина, как захватить территорию. Надо убрать активистов, убить активистов, депортировать сомневающих, колеблющихся, паспортизировать население, тем самым сделав их якобы гражданами Российской Федерации, провести местные выборы. Чтобы сказать, вот все, люди типа проголосовали. Это такой же плебисцит, как будет, как и о присоединении, референдуме о присоединении к Российской Федерации. Когда область разделена линией фронта, когда эвакуированы больше половины населения, или мигрировавших в результате боевых действий. Но при этом Российская Федерация проводит спокойно, якобы проводит референдум, который не признает никто в мире, кроме них. Вот такая вот движуха сейчас, такие события проводит Российская оккупационная администрация на оккупированных территориях. По состоянию на сегодняшнее утро в Черном море находятся на боевом дежурстве 4 вражеских корабля, 2 из которых являются носителями ракет «Калибр». Общий залп этих кораблей может составить 12 ракет. Урожай. Урожай, который собрали силы обороны за прошедшие сутки на всей линии фронта. Это не только Донецкое направление. На всей линии фронта за сутки уничтожено 730 человек личного состава, 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 2 беспилотника оперативно-тактического уровня типа «Орлан-10», 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы специальной техники, уничтожено нашими силами обороны за прошедшие сутки. Вот такая оперативная обстановка или военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона.